В 2015 году Sony представляет аппараты с индексом 4, но флагманский Xperia Z4 анонсирован только в Японии и больше нигде продаваться не будет. Глобальный флагман решили назвать Xperia Z3+. От модели Z3 новый смартфон отличается совсем незначительно и нужен для того, чтобы поддержать линейку в актуальном состоянии до появления нового флагмана, то есть до осени. Попробуем найти 5 отличий с предыдущей моделью. Задача трудная, но вполне выполнимая. Внешне смартфоны почти не отличить. В то время как доступный аппарат M4 Aqua получился совсем как Z3, в модели Z3 Plus хотя бы отличаются динамики. Тут они выглядят как тонкие полоски на стыке стекла и металлической рамки. Второе отличие – разъем USB. Здесь он без заглушки. Это технология Каплес. Теперь не нужно каждый раз открывать ее для зарядки смартфона и подключения к компьютеру. Степень защиты, как и в прошлый раз, максимальная. IP68. Это значит, что смартфон полностью пыленепроницаем, а также способен выдержать длительное погружение в воду на глубину более 1 метра. При этом даже под водой он будет продолжать работать. Новый смартфон тоньше предшественника на целых 0,4 мм. На практике вы это ни за что не почувствуете, но если положить на стол Z3 и Z3 Plus, то это вполне можно заметить. Общая площадь смартфона, если можно так выразиться, уменьшилась на 7,5% за счет сокращения рамок. Сократился и вес. Емкость батареи тоже уменьшилась до 2900 мАч, в то время как у предшественника в запасе было 3100 мАч. При этом тут более современный восьмиядерный 64-битный процессор Snapdragon 810 с улучшенными алгоритмами экономии энергии. В итоге Z3 Plus должен работать те же два дня без подзарядки. Хотя, на наш взгляд, было бы логично оставить ту же толщину, но добиться, например, 2,5 дней автономной работы. Имеется режим быстрой зарядки, и это явный плюс. Смартфон получает 50% заряда всего за 20 минут. Следующее отличие – шлифовка металлической рамки. Если у модели Z3 алюминий полностью матовый, то у модели Z3 Plus рамка более блестящая. Среди других отличий отметим, что памяти в базовой версии теперь 32 гигабайта, а было 16. Режим Superior Auto в камере улучшился и распознает больше сцен, даже еду. Фронтальная камера 5-мегапиксельная с широким углом 25 мм, в то время как у Z3 обычная 2-мегапиксельная. Кроме того, смартфон поддерживает Hi-Res Audio и работает на пятом Android. Пожалуй, на этом с поиском отличий можно закончить. Sony Xperia Z3 Plus поступит в продажу уже в конце июня. Цена будет далеко не самой гуманной. По нашим прогнозам около 45 тысяч рублей. Радикальных отличий от модели Z3 нет. Точнее, для обычного потребителя они не станут особо существенны. Так что политика Sony может показаться спорной. Но в сентябре появится настоящий флагман, а Z3 Plus поддержит интерес к линейке. А заодно позволит предшественнику подешеветь. Павел Терехин. Специально для Hightech Mevro.